Пятый Тбилисский международный студенческий кинофестиваль Амирани завершился. Кинофорум был организован Государственным университетом театра и кино имени Шотару Ставели. На церемонию награждения победителей побывала наш корреспондент Нино Цветланадзе. На самом деле этот фестиваль основан аж в 1978 году. И его победители гарантированно получали путевку в большое кино. Но во времена перестройки было не до искусства. Кинофорум закрыли и только в 2007 году он был восстановлен. В этот раз фестиваль особо примечателен. Он был полностью организован силами студентов. В основной программе Пятого международного были представлены 48 работ из 19 стран. Ведущие киношколы немецкая, американская, российская, польская. Был даже фильм из Южной Африки. Просто думаю, что фестиваль состоялся раз так много зрителей. И не только во время открытия и закрытия. На всех показах, на всех мастер-классах были залы полные абсолютно. Просто некуда было ступить. Вот это самое главное. Четыре конкурсных дня пролетели как один миг. И вот он момент истины. Международные жюри Богдан Дзюровский, Иннеке Смитс, Довер, Масашвили, Андрея Винк и Марина Кереселидзе определили четвертую лучшую. Приз за лучшую анимацию уехал в Польшу. Включил режиссер Павел Крыжак за ленту «Бит 10.33». Специальный при жюри отправился в Германию. Лучшим документалистом назван в Гиковец Глеб Клишевич. Его лента «Однокровь» – это черно-белое кино о несовершеннолетних, отбывающих наказание в российских тюрьмах. Интересно, что за этот же фильм Клишевич был удостоен первого приза и на международном киносмотре в Азербайджане. Ну а свое отношение к победе он выразил просто. Дорогие мои, я приехал в Грузию как в страну, из которой я никогда не уезжал. Приз за лучший художественный фильм получил грузинский режиссер Георгий Кобали. Победа с картиной «Безымянное растение» стала для него полной неожиданностью. Большое спасибо всем. В детстве я посмотрел фильм Вернера Финка и захотел быть режиссером. Я действительно не думал, что получу главный приз. Спасибо жюри. Специальными дипломами награждены студенты по специальностям режиссура, операторское мастерство, звуковое оформление и монтаж. Также был назван обладатель приза, учрежденного студентами-критиками. На этом фестивале впервые при поддержке Национального центра кинематографии Грузии 15 студентов из разных стран снимали так называемый «one short movie». Это копродукция по принципу непрерывного кадра. В будущем эти ленты будут от имени кинофестиваля Амирани представляться на различных международных смотрах, что, по мнению организаторов, сделает Тбилисский кинофорум еще более популярным во всем мире.